Мой путь лежит по подвесному мосту через полноводную могучую сибирскую реку, которая несет свои воды от мировой океан. Название этой реки Фунька. Вообще конечно здесь места красивые. Вот я подхожу уже к месту, У нас тут уже полным ходом зима, даже стабилизатор подглючивает с непривычки видимо. Так ребята, всем привет. Лето в Сибири закончилось, начинаются суровые будни. Белки здесь носятся вовсю. С выхода моего последнего ролика прошло уже немало времени, однако профессор так ничего и не ответил. Я задал ему кучу вопросов по поводу квеста, но вот видимо не дай бог конечно может быть что-то у него там случилось, а может быть просто обиделся. Найдет время я надеюсь потом. А пока профессор молчит, я решил воспользоваться предложением одного из наших подписчиков и посетить очень такое опасное и интересное место. Хотя в принципе оно достаточно известно здесь, в этих краях. Это недостроенная медсанчасть, недостроенный хирургический корпус, точнее медсанчасти. Владёжа это достаточно популярное здание, заброшка. Туда любят ходить и сталкеры, любят там попрыгать с тарзанки. Там любят проводить игру страйкбол, ночной дозор, ну и так далее и тому подобное. Я знал про это здание и даже там бывал до этого, но я честно говоря не знал, что с этим зданием связаны такие истории. Итак, ещё раз повторюсь, здание очень такое аварийное, травмоопасное и с этим связано много историй, когда люди травмировались и есть даже со смертельными исходами. Вон оно уже торчит, пробивается через лес, уже можно его увидеть. Группа молодых людей собралась изучить какой-то там технологический туннель подземный, ведущий якобы от этого корпуса к моргу. Ну для того, чтобы туда пролезть надо было между плитами просочиться, там через какой-то люк пролезть. Так вот один молодой человек полез в эту трещину, вылез и не заметил, что сзади была такая расщелина между плит и грохнулся туда. Насмерть конечно не разбился, но получил множественные травмы. Его отнесли в больницу, которая здесь же неподалёку. Вскоре он оказался дома, вылечился и слава богу. Также в этом здании любят проводить тренировки какие-то силовые структуры. Здесь по некоторым непроверенным данным, на одной из таких тренировок один из участников получил травмы несовместимые с жизнью. Бойцы отрабатывали перемещение в связках и взаимную страховку. Для этого внутри здания в полу были сделаны ловушки в виде замаскированных отверстий. Один из бойцов отошёл от группы и провалился в такую ловушку. На этой заброшке ребят любили тренироваться не только силовики, здесь ещё и прыгали с тарзанки. Молодые люди приходили сюда постоянно для того, чтобы натянуть здесь верёвку, привязать к ней резинку и прыгнуть головой вниз. Такое вот есть экстремальное увлечение. Ладно, пойду посмотрю что здесь внутри. Ну что ребят, зашёл я внутрь. Судя по обилию надписей, место очень популярное. И на первый взгляд ничего такого необычного, выдающегося в нём нет. Кстати говоря, если не считать того, что оно разваливается уже. Я вот смотрю, уже некоторые плиты перекрытия, они просто падают. Соответственно, правду говорили, что здание очень аварийное. И рано или поздно оно свалится кому-то на башку, развалится. Здесь вот такие виды из окна. Многие почему-то считают, что вот это здание впереди, это планировалось под морг. Не знаю, мне кажется, что это по форме, судя по комнатам, это обычная какая-то электрическая подстанция для этого нового корпуса. И не более того, здесь вот какие-то системы коммуникаций построены. Вон там видно дальше какое-то подобие подземного хода. Кстати говоря, группа молодых людей, которая сюда пришла, когда травмировал своих товарищ, как раз таки хотела найти какой-то подземный ход. Возможно, это как раз тот подземный ход. Хотя он сорвался в какую-то дырку в перекрытии, я так понял. Кстати, возможно, как раз ту дырку, которую маскировали силовики для того, чтобы сделать ловушки. Не исключено. Какие-то сооружения. Здесь у нас еще один этаж есть сокольный. Здесь лифтовая скважина, похоже. Да, уже почти стемнело. Надеюсь, ребят, что я замечу тут какую-нибудь непонятную активность или хотя бы намек на нее. И тогда я, может быть, со своим напарником сюда приду ночью и более досконально поснимаю. А может быть, кстати говоря, установлю видеокамеру. Хотя, конечно, сейчас наступает холода и видеокамера может тупо вырубиться. И толку от этого не будет тогда. Короче, надо это дело обдумать. Тут спуск в подвал. Просто можно ноги переломать. Ох! Ноги да неплохие. Одному, конечно, жутковато в таких местах бродить. Особенно, когда знаю, что здесь неоднократно люди травмировались. И как минимум два человека погибло. Интересно, какой подземный ход они тут искали? Технологические туннели я вижу. Вот подземный ход. Возможно, это как раз вот этот. Больше здесь ничего не напоминает. Вообще, на первый взгляд, здесь все, в общем-то, такое еще и прочное. Несмотря на то, что обваливаются стены. Слушайте, а здесь прям каким-то теплом веет. Такое ощущение, что здесь где-то отопление. Или трубы горячие проходят. Нифига тут. Подвал огроменный какой. Да, тут весь подвал, похоже, за сутки не обойдешь. И день и ночь здесь можно бродить. Здесь грязь. Сюда я не пойду. Ладно, надо найти выход наверх. Что-то мне говорит, что его здесь нет. Ладно, надо возвращаться. Так, где-то здесь был вход-выход. Вот один выход уже здесь завалило. Надеюсь, что это никого не привалило. Ни на кого не упало перекрытие. Фига тут лестничный проем рухнул. Где-то вот здесь вот я заходил. Ладно, включусь выше. Запарился уже лазить по этому зданию. Тут, ребята, все этажи похожи один на другой. Естественно, никаких следов штукатурки там. Никакого оборудования сюда, конечно же, не завозили. Вихтовая скважина. А вот, смотрите, ребята. А вот те самые ловушки, которые заделывали силовики. Замаскировывали. А вон там ниже еще одна такая же видна. В которую сорвался боец. Ну и разбился. Еще одна шахта. Бездомная, нет конца и края. И, кстати, ребята, я вот предполагаю, что вот здесь вот видите, где между плит такие квадраты, засыпанные кирпичом. Здесь тоже запросто можно провалиться. Бетонные плиты перекрытия везде уже падают. Разбиваются. Так что тот, кто надумает сюда идти, десять раз подумайте, а надо ли вам это. здесь еще важно под ноги смотреть. Еще одна ловушка. Здесь в полу столько проемов, столько дыр, то ли провалившихся, то ли недоделанных. Но пока никакой ни паранормальной, ни вообще какой-либо другой активности я не заметил. Если будет так и дальше продолжаться, то, в общем-то, ночью здесь сделать нечего. Хотя уже практически ночью. Вот еще, пожалуйста, такая какая-то прямоугольная замаскированная впадина. Может быть, тоже запросто провалится. Вот, к примеру, она же, но уже провалилась. Видите, тоже прямоугольная, как и та. Только бац, и провал. Может кто-то туда и рухнул. И тут их полно таких. Решил я, ребят, забраться сразу на последний этаж. Лесенки на крышу тут нет никакой. Хотя, говорят, где-то была. Вот, кстати говоря, опять такие же точно проемы, которые уже обвалились. Короче, ребят, ни в коем случае не советую сюда идти. Интересно, да тут все в ловушках. Ну, стопудово-то их замаскировали. А вот здесь я, кстати говоря, стою на полу. И я чувствую, как он качается. Прям проминается, я не знаю почему. Надо отсюда смыться побыстрее. Дабы не быть третьим. Здесь какая-то комната. С проемом. Что-то тут все сгорело. Проем какой-то в стене. Не, вот реально никакого лаза наверх я не вижу. Уже, по-моему, тут все обошел. Вот еще одна комната. Тут шаг-шагнешь и вот такие дыры бездонные просто. Причем здесь постоянно протекает вода через крышу и, соответственно, подтачивается все эти бетонные блоки. А вот здесь вот, может быть, был залаз. Ну да, вот за эту вот стальную арматуру была привязана веревка. Я видел. И по ней, видимо, залазили еще недавно. Сейчас уже ничего такого нет. Лесенку тоже убрали. В начале, говорят, стояла лесенка на чердак. Ну что, ну как же без сатанистов. Звезды. Ну, в общем-то, на этом этаже и все. Пойдем ниже посмотрим. Кстати говоря, ребята, это место было просто излюблено у людей. которые любят тарзанку. Вот здесь вот в эти бетонные блоки снаружи были приделаны вот такие вот металлические скобы, за которые цепляли веревки. Ну и, соответственно, вон туда куда-то веревку эту протягивали, цепляли и вниз туда. Да, виды красивые. А лететь-то немало. Ладно, пойдем посмотрим, что тут внизу еще. Нифига тут стены уже падают. Капитальное здание все разваливается. Здесь даже, ну и то, что сложно зайти, как сюда пролезть. Через верх только. И дальше туда, насколько глаз хватает и света. там везде тоже перекрытия попадали. Вон, что внизу. Да. Этажи все похожи один на другой. Но вот этот вот почему-то наиболее сохранившийся. Здесь практически нет рухнувших перекрытий. Почти нет колотого кирпича. Короче, здесь спокойно идешь и даже не надо прыгать. И практически не видно провалов в полу. Ловушек. Хотя нет, беру свои слова обратно. Вот рухнувшие стены. А вот и провалы. Уже традиционно. Вот стена на соплях уже болтается. Ладно, ребят. Вроде бы ничего такого здесь не происходит. Я думаю, что нужно возвращаться к машине. Пока вот такой стеной не прихлопнуло. Может, конечно, ночью здесь что-то и происходит. Но на эту ночь у меня сегодня другие планы. Блин, что-то в этих лабиринтах уже запутался. В какую сторону-то надо идти, где лесенка. Опа. Ее можно перебаться. А лететь-то, ребята, здесь до первого этажа. Вот опять. Стены такие. Вот так в такой узкий коридорчик зайдешь, тебя стеной прихлопнет. И будьте здоровы. В общем, ребята, нифига здесь делать. Если не хотите получить какую-нибудь травму, то и не ходите сюда. И, кстати говоря, виды так себе здесь. Не очень-то эпично. Бывали места и поэпичнее. И поинтереснее. А это так просто не дострой, изрисованный какими-то не очень красивыми граффити. Вот и все. И, кстати, ребята, если уж силовики здесь занимались какими-то учениями и делали вот такие вот ловушки, замаскировали дырки, отрабатывая там страховку, то я могу предположить, что здесь не все ловушки эти, они обратно размаскировали. Так что заброски здесь можно куда-то наступить. Так же, как и силовик. Тот, что разбился в такую замаскированную ловушку. Вот, кстати говоря, граффити более-менее симпатичное. А еще есть возможность встретить вот здесь жителя местного. Сейчас вот его нету, но здесь утварь на месте, одежда его, кроссовки. Он даже сковородка на импровизированной печке ставит. И не факт, что этот человек будет добр и снисходителен к вам. Так что опасность есть здесь на каждом шагу. Сейчас вот, кстати говоря, было какое-то движение внизу. Может быть, вот опять кто-то приперся. Ну и ладно, приперся и приперся. Бог с ним. Ребята, сейчас какое-то движение было непонятное. Увидел, короче, сейчас какое-то странное движение. Но почему-то шума не было. Ну то есть здесь полно на земле всевозможных кирпичей и так далее. Движение было, а звука не было. Или у меня уже глюки начинаются. Тупик. Там точно кто-то только что. Тупик. Опа. Тупик. 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 не может же быть глюков второй раз подряд я уже привык ничему не удивляться короче ребята вон там какие-то голоса слышны может быть они и мелькали а то что бесшумно это может я сам себе накрутил такое ощущение атмосферности здесь присутствует вполне возможно конечно что здесь что-то сверх естественное и потустороннее имеется все таки два человека погибло я пока кроме мелькания каких-то теней ничего не увидел так так и так и так и так короче кто-то подъехал непонятно на уазике думаю конечно что данную заброшку органы права порядка проверяют но все равно у меня кстати говоря уже начал разряжаться стабилизатор попало стабилизирует все пошел я к машине устанавливается что вот в общем 2 это но м